Обычно все, что касается музыкального размера, делается в окне Темпа. Откройте окно Темпа. Вы видите, я уже внес различные музыкальные размеры сюда. Чтобы редактировать эти размеры, нужно открыть это окно. Так вот, теперь можно этого не делать. Добавьте в проект трек музыкального размера, в Signature Track. Вы здесь видите все музыкальные размеры, которые были в окне Темпа. Конечно, этот трек не только для того, чтобы видеть музыкальные размеры. Вы можете добавлять, стирать и редактировать эти музыкальные размеры. Чтобы передвинуть размер, кликните по нему и передвигайте влево-вправо. Чтобы убрать размер, выберите его и нажмите Delete. Чтобы внести изменения, сделайте по нему двойной клик. Мы, конечно, можем редактировать и стирать музыкальный размер в этом списке в инспекторе. Этот список виден только тогда, когда выделен трек Signature. Вот что мы можем делать с треком музыкального размера. Во-первых, мы можем взять карандаш и кликнуть в то место, где мы хотим изменить музыкальный размер. Конечно, внести туда новый размер. Здесь можно не стараться быть очень точным, потому что вы всегда можете передвинуть музыкальный размер. Новый музыкальный размер можно также внести, расположив бегунок в определенном месте, сделать двойной клик вот в этом окошке и внести новый размер. Чтобы запереть трек на всякий случай, нажмите вот эту кнопку. Эту же кнопку нужно нажать, чтобы отпереть трек. А вот эта кнопка открывает окно обсчета и работы с тактами, которые у нас есть в окне Tempo. Более подробную информацию по работе с тактами вы можете получить, посмотрев видео третьего уровня об окне Tempo. Вот и все. Просто, легко использовать, но очень полезная штука. Продолжение следует...